Здравствуйте, Беаслан Баталович. Да, добрый день, Арбина. Скажите, пожалуйста, какое значение имеет инспектор ДПС для безопасности дорожного движения? Роль и значимость инспектора ДПС невозможно переоценить. Они отвечают за обеспечение безопасности дорожного движения, предотвращают дорожно-транспортные происшествия и нарушения. Инспектор ДПС выполняет важную роль, контролируя соблюдение правил дорожного движения, отчитывает и принимает меры к предотвращению ДТП. Основная задача инспектора ДПС заключается в обеспечении безопасности дорожного движения и предотвращении дорожно-транспортных происшествий. Они контролируют и соблюдают правила дорожного движения и требуют от участников дорожного движения выявлять и устанавливают факты правонарушений. Инспектор ДПС имеет право проверять документы участников дорожного движения, выяснять обстоятельства происшествия, аварии и нарушения, а также применять меры ответственности, направленные на выписывание штрафов за нарушение правил дорожного движения. Инспектор ДПС играет ключевую роль в профилактической деятельности. Они проводят информационно-просветительскую работу, направленную на повышение уровня дорожной культуры и соблюдение правил дорожного движения участниками дорожного движения. Благодаря их усилиям водители и пешеходы становятся более осведомленными в своих правах и обязанностях на дороге, что способствует снижению количества дорожно-транспортных происшествий. Расскажите, пожалуйста, какие обязанности и какую ответственность инспектор ДПС несет? Одной из главных обязанностей инспектора ДПС является осуществление и контроль безопасности дорожного движения. Инспектор следит за соблюдением участниками дорожного движения правил дорожного движения. При этом контролирует соблюдение скоростного режима, соблюдение правил расположения транспортных средств на проезжей части дороги, соблюдение правил пересечения проезжих частей водителями и пешеходами, Соблюдение водителями требований правил дорожного движения, необходимости уступать дорогу, пешеходам, пользующиеся преимуществом движения и так далее. Инспектор ДПС имеет право проверять соответствие документов на право владения и право управления транспортными средствами. Например, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации на транспортные средства, обязательное страхование ОСАГО. В случае выявления составов административного правонарушения, инспектор ДПС возбуждает дело об административном правонарушении или же протокол постановления определения выносит. Инспектор ДПС также ответственен за профилактику дорожных происшествий. Он проверяет информационно-профилактическую работу с водителями и пешеходами, рассказывает о последствиях нарушения правил дорожного движения и несоблюдения правил безопасности. Инспектор ДПС может участвовать в проведении различных профилактических мероприятий компании по безопасности на дороге, осуществлять патрулирование участков с высоким уровнем правонарушений и высоким уровнем концентрации ДТП, то есть дорожно-транспортных происшествий. Инспектор ДПС также, как любой госслужащий полиции, несет ответственность за свои действия. Он должен строго соблюдать нормы законодательства и работать в рамках своих полномочий. Инспектор ДПС должен быть объективным и справедливым в своем отношении к водителям, не допускать коррупционных проявлений, общаться с участниками дорожного движения в культурно-вежливой форме. Иослан Паталович, насколько значимы профилактические мероприятия в Вашей работе? Профилактика является основной задачей госавтоинспекции в целом. Сотрудники ДПС не только наказывают нарушителей, но и направляют свои усилия для предотвращения правонарушений во избежание дорожно-транспортных происшествий. Инспекторы проводят информационные кампании, освещают правила дорожного движения, а также организуют профилактические беседы с участниками дорожного движения. Желание помогать в любом деле важно, как и в любой профессии. А в чем заключаются Ваши обязанности, как начальника отдела ДПС, управления госавтоинспекцией по Карачаевой Черкесской Республике? В первую очередь, это организации работы и деятельности подразделений, веренных мне сотрудников госавтоинспекции по всем направлениям. А сами Вы непосредственно выезжаете на место дорожно-транспортного происшествия? Конечно, выезжаю на каждое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали граждане, с целью установления причин и условий совершения дорожно-транспортного происшествия. На основе произошедших на территории Республики дорожно-транспортные происшествия проводится анализ происшествия и организовывается работа сотрудниками на маршрутах патрулирования. Также хочу дополнить, что на все дорожно-транспортные происшествия выходят все руководители отделов госавтоинспекции, чтобы проанализировать и установить причину дорожно-транспортного происшествия. Скажите, пожалуйста, имеют право выписывать штрафы за нарушение правил дорожного движения инспекторы дорожно-патрульной службы? Инспекторы дорожно-патрульной службы имеют право выписывать штрафы за нарушение правил дорожного движения. Это один из способов воздействия на нарушителей, чтобы донести до них важность соблюдения правил дорожного движения и снизить уровень безответственности. Штрафы служат так же, как и меры отпугивания от совершения правонарушения. А также инспекторы ДПС, то есть ДПС, выполняя свою работу, обеспечивают эффективность этой меры, способствуя поддержанию общественной дисциплины на дорогах. Как вести себя при остановке транспортного средства с сотрудниками ГИБДД? Нужно ли выходить из машины и давать показания? Начнем с того, что эти права из Конституции, Закона о полиции, Административного кодекса и регламента для сотрудников госавтоинспекции. Когда инспектор останавливает машину, он сам сразу же подходит к водителю. Водитель не обязан выходить с машины. Он может сидеть на месте и слушать, что хочет инспектор ДПС. Сотрудник госавтоинспекции подходит к машине со стороны водителя. И только если что-то мешает, если есть опасность, может подойти с другой стороны транспортного средства. Инспектор может попросить водителя выйти из транспортного средства, если есть конкретные причины. Например, нужно провести досмотр, составить протокол подозрения водителя на опьянение. При проверке документов водителю не обязательно выходить с транспортного средства. Сам факт остановки не означает, что водитель должен сразу покинуть салон и встать рядом с инспектором или идти в патрульный транспорт. Вот скажите, пожалуйста, можно ли на месте отбирать водительское удостоверение без решения суда? Водительское удостоверение на месте не могут. Для этого нужно решение суда, которое вступило в законную силу. На месте инспектор может составить только протокол об отстранении водителя от управления транспортным средством. Например, если он в состоянии опьянения. Но водительское удостоверение на месте не забирает. Сначала протокол передают в суд. Пока постановление не вступило в законную силу, водительское удостоверение забирать не могут. А водитель вправе ими пользоваться. Срок лишения отчитывается со дня, который водительское удостоверение сдает в госавтоинспекцию. Чем позже это сделает, тем дольше будет лишенным право управления транспортным средством. В каких случаях сотрудник вправе предложить участнику дорожного движения выйти из автомобиля? Сотрудник вправе предложить участнику дорожного движения выйти из транспортного средства в следующих случаях. Например, при сверке документов оказалось, что водитель транспортного средства лишен управления транспортным средством. Инспектор усмотрел у вас признаки опьянения или болезненное состояние. Хочет провести личный досмотр, осмотр транспортного средства или груза, перевозимого на транспортном средстве. Собирается сверить номерные узлы и агрегаты с регистрационными документами на транспортное средство. Усмотрел необходимость устранения технической неисправленности вашего автомобиля на месте. Посчитал поведение водителя, угрожающее своей личной безопасности. На чем должны основываться взаимоотношения сотрудников с участниками дорожного движения? Взаимоотношения сотрудников с участниками дорожного движения должны основываться на строгом соблюдении законности, четком исполнении своих обязанностей, в сочетании с решительностью и принципиальностью в предупреждении и пресечении правонарушений, с внимательным и с уважительным отношением к участникам дорожного движения. Что показывает анализ статистики по дорожно-транспортным происшествиям? Обстановка аварийности на территории республики остается сложной. За 10 месяцев текущего года зарегистрировано 330 одно дорожно-транспортное происшествие, в которых погибло 55 человек и 405 человек получили ранения различной тяжести. Основными видами происшествия у нас являются столкновения, съезд с дороги, наезд на пешехода, наезд на препятствия, опрокидывание и наезд на животных. Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что основными причинами их совершения являются по вине водителей нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, нарушение скоростного режима, несоблюдение очередности проезда перекрестков, также выезд на встречную полосу движения, управление автотранспортными средствами в нетрезвом состоянии. Неправильный выбор дистанции, несоблюдение бокового интервала, нарушение правил проезда пешеходных переходов. Зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешехода в зоне пешеходных переходов, в результате которых 2 пешехода погибли и 23 получили ранения разной тяжести. В какое время суток больше всего происходит дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов? Половина дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, совершено в темное время суток, в результате которых 3 человека погибли и 26 получили ранения разной тяжести. По причине нарушения правил дорожного движения пешеходами зарегистрировано 16 ДТП, в которых 2 человека погибли и 14 получили ранения. Какие профилактические мероприятия проводятся с сотрудниками госавтоинспекции? На территории республики проводятся профилактические мероприятия, такие как трезвый водитель, детское кресло, встречная полоса, автокресло, детям, внимание, дети. Также подразделениями госавтоинспекции проведено в порядке 14 целенаправленных мероприятий по профилактике нарушения правил дорожного движения, связанных с выездом на встречную полосу движения, содействованием сотрудников, осуществляющих скрытый контроль за дорожным движением, с помощью технических средств, фото- и видеофиксации на патрульных транспортных средствах в стандартном исполнении и с использованием беспилотных летательных аппаратов-квадрокоптеров. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, в период с 24 по 30 ноября текущего года проводится профилактическое мероприятие «Пешеход». Основной задачей мероприятия является не только выявление и пересечение нарушения правил дорожного движения пешеходами и водителями транспортных средств, но и усиление профилактической работы по недопущению дорожно-транспортных происшествий, в котором участвуют пешеходы. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения, как водителям, так и пешеходам, с просьбой быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Беслан Баталович, спасибо Вам за содержательное интервью. До новых встреч и успехов Вам в работе. Благодарю.